И всем привет ребят, с вами Стройбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и сегодня мы вместе с вами обсудим новую пушку Скорпион. Еще вчера я записывал видос с гонки вооружений, где эта пушка уже появилась, ну а после чего, вчера ближе к вечеру, у нас появился анонс на форуме нашей игры и на официальном сайте о новой пушке Скорпион. Сегодня мы поговорим о ней, посмотрим всю механику, ну и я выскажу свои какие-то определенные предикты, когда же эта пушка появится у нас уже в раннем доступе в нашей игре и каждый из вас сможет ее изначально получить из ультраконтейнеров, Ну а потом, через какой-то промежуток времени, эта пушка должна у нас появиться уже в открытом доступе за кристаллы. Обо всем по порядку, выкатывается пост, где мы видим вместе с вами, что уже совсем скоро написано в скором пополнении арсенала игры новая пушка дальнего боя Скорпион. Она может атаковать цели как стандартными снарядами из основной пушки, так и ракетами, способными поражать цели за укрытиями. Сразу скажу, что исходя из того, что я видел в гонке вооружений и то, что вы могли лицезреть сами, могу сказать, что перезарядка обычного выстрела на этой пушке довольно-таки долгая. И у меня есть предположение, что эта перезарядка будет ускорена, да, то есть сейчас на гонке вооружений уже как бы полноценно можно видеть, что у пушки перезарядки не хватает, да, хоть и урон за тычку там вроде 1200, если я не ошибаюсь, да, то есть без ДДшки. То есть это с ДД будет ваншот легкого танка, если он будет без ДА, да. Но в целом урон хороший, но с такой долгой перезарядкой я думаю, что эта пушка будет не актуальна, да. Насчет залпового огня, я уже назвал этот залп пусковой установкой град, потому что, ну, выглядит она именно таким образом. Я могу сказать, что задумка неплохая, и единственное только то, что ее можно научиться очень легко контрить, и отлично понимать, как уворачиваться от этой сводки. Плюс она работает только на большой дистанции, и также она не работает на разных уровнях, да, то есть только на прямой дистанции, на прямой сводке. Если вы будете находиться на мосту, противник будет находиться под мостом, на большом даже расстоянии, у вас, скорее всего, не будет возможности свестись по противнику. По корпусам, на каком корпусе использовать эту пушку, у меня тоже вчера уже начали задавать такие вопросы, ребята. Я не могу вам сказать, я не знаю, да, для этого надо покатать на ней больше. То есть, исходя из того, что я видел на гонке вооружений, ну, тяжело что-то сопоставить и, там, спрогнозировать, да, то есть, какая пушка будет, ой, вернее, какой корпус будет лучше для нее, да, и, но насчет баланса скажу, что она точно сейчас, вот, исходя из того, что сейчас мы видим в гонке вооружений, она не в балансе, она не жесткая, и, соответственно, если она выйдет в таком виде в ранний доступ, то она не будет актуальна, да, то есть, я не представляю себе, как можно на такой пушке делать большое количество, там, киллов, либо быть вообще, в принципе, ну, как-то конкурентно способным, да, в боях. Я считаю, что, ну, она не актуальна, да. Дальше, здесь показана вся механика, как она работает. Единственное, да, только, ну, с Викинга Овердрайвом, может быть, там, нормальный контент можно делать, но вы же тоже понимаете, что Викинга Овердрайв копится тоже очень и очень долго. Следующий вопрос о том, когда же она появится. Если Орех считает, что этот баланс пушки достаточно неплохой, плюс будет какая-то дополнительная корректировочка в виде более быстрой перезарядки обычного залпа и, может быть, даже сводки, да, потому что только после сводки там тоже довольно длительная перезарядка, то я прогнозирую, что эта пушка уже, уже в ближайший четверг будет анонсирована, ну, во всех анонсах, да, которые у нас выходят на форуме в четверг, и в пятницу уже эта пушка появится в ультраконтейнерах в раннем доступе. Если все с ней в порядке, если Орех считает, что такой баланс пушки нормальный, либо он его там подкорректирует, и уже у этой пушки, если нету никаких дополнительных ошибок, багов и лагов, которые она вызывает, то она уже совсем-совсем скоро, да, то есть буквально там 4-5 дней, и она у нас уже появится в гараже в раннем доступе. На 99,9% я уверен в том, что она появится именно в ультраконтейнерах, именно в раннем доступе, то есть она не выйдет сразу за кристаллы. И также был еще один вопрос по поводу того, будет ли от этой пушки резист в гараже сразу. Я не знаю честно, да, то есть мне говорили о том, что от Теслы, я просто не помню, от Теслы сразу появлялся резист у нас в гараже, да. Но что-то мне подсказывает, что сразу почему-то от этой пушки рез не сделают, потому что исходя из того, какой баланс у нее есть сейчас, да, я могу сказать, что она не сильная, да, а если она не сильная, то если дать сверху еще сразу возможность покупки резиста от этой пушки, то от нее вообще не будет никакой актуальности. Поэтому я думаю, что как, например, с Молотом, когда он выходил, и может быть даже с Вулканом, да, если я не ошибаюсь, Вулкан тоже выходил, и не было резистов, да, то есть изначально выходит просто пушка в раннем там доступе, или не в раннем доступе, но в нашем случае точно в раннем доступе, и от нее изначально нельзя будет купить резист, да. Если же Орех подфиксит характеристики этой пушки и сделает так, что она будет... Ну, прям в хорошем таком балансе, да, то есть, ну, тут много-то ничего делать не надо, то надо просто перезарядку сделать побыстрее, и залп, может быть, тоже там побыстрее перезарядочку, да, чтобы она хотя бы была какая-то интересная. То есть, по-любому с этой пушкой больше будет играть не в сводки, а с обычными выстрелами, потому что сводку такую реализовать в матчмейкинге, да и вообще в принципе, да, в игре очень-очень сложно. Поэтому здесь больше будет акцент сделан именно на обычный дефолтный выстрел, а если у обычного дефолтного выстрела будет супердолгая перезарядка, то актуальности в этом будет очень и очень мало. Поэтому я думаю, что если всё это подфиксится, то резист имеет место быть. Если вот в таком виде она выйдет, то сразу же брать и вводить ещё дополнительно резист от этой пушки за кристаллы, то я считаю, что это будет перебор. Поэтому как-то так. Наверное, все мысли, которые у меня были связаны с этой пушкой, я высказал. Пишите, что вы думаете по поводу этой пушки. Пишите, будет ли она нагибать, по вашему мнению. Ну и интересно ли она вам вообще. В принципе, потому что, как по мне, она получается включать в себя, ну можно сказать, две пушки. То есть это смока с обычным дефолтным выстрелом и страйкер со сводки. Просто страйкер немножко с другой механикой, с выстрелом не по уровню, да, то есть вашей сводки. Да, здесь уже получается сводочка, которая летит сверху таким крюком контентовым. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok